Смерть Навального, сражение за Авдеевку, конец Крымскому мосту. Свежие и актуальные новости от меня, Ирины Узлова, это программа 20 минут. Битва за Авдеевку, днем и ночью, без сна, жалости, передыха. Российские террористы пустили в ход все и всех. Украинские защитники для сохранения жизни и улучшения оперативной обстановки отошли с позиции Зенит в Авдеевке. Сейчас идет перегруппировка войск и усиление подразделений. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский. После многих месяцев противостояния командование приняло решение отойти с позиции Зенит на юго-восточную окраину Авдеевки. Мы держали эту позицию столько, сколько это давало возможность эффективно сдерживать и уничтожать врага. Решение отойти было принято для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки. Тактические занятия этих позиций не предоставляют врагу стратегического преимущества и не меняют ситуацию в пределах Авдеевской оборонительной операции. Сейчас продолжается перегруппировка войск, пополнение припасов и обустройство подразделений на новых позициях. Происходит плановое усиление подразделений. В Авдеевке тем временем настоящий ад. Россия ударила по городу фосфорными снарядами под цистерном с мазутом. Российские убийцы сбрасывают на украинских защитников в Авдеевке Донецкой области по 60 авиационных бомб днем и ночью. На этом видео как сахим. Густые черные клубки дыма и воронки на земле. Авдеевка – это кабы. Такое ощущение, что это самое большое количество авиабомб на таком участке земли за все время существования человечества. Эти бомбы полностью уничтожают любые позиции. Все здания, постройки по прилету одного только каба просто превращаются в яму, а на нас они сбрасывают по 60-80 штук за сутки. Просто представьте, в каких условиях здесь сегодня сражаются наши бойцы. Вот как описывает ситуацию заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин. По словам наших военных, Россия круглосуточно осуществляет обстрелы из артиллерии и РСЗО и проводит непрерывные штурмы на бронированной технике, задействуя пехоту. Окупанты применяют фосфорные снаряды, от которых происходит возгорание цистерн с мазутом. Ядовитый смог распространяется по всей территории завода. По состоянию на сейчас это новый дом 3-й штурмовой бригады. Ничего не напоминает? Бойцы отметили, что подразделения 3-й отдельной штурмовой бригады продолжают противостоять армии РФ, ведут оборону и наносят рекордные потери врагу. Все подразделения части 3-й отдельной штурмовой бригады участвуют в боевых действиях непосредственно в городе Авдеевка. Занимаем свою полосу ответственности в городе, производим рейдовые удары для того, чтобы улучшить состояние на переднем крае. Пытаемся также расширить и обезопасить существующий сейчас логистический коридор. Ситуация на отдельных отрезках критическая и напряженная, но на сегодняшний день мы контролируем ситуацию на эту минуту и делаем все для того, чтобы наносить максимальное поражение врагу. Россияне бросают сюда все, что у них осталось. В войне, перешедшей фазу боев за небольшие территориальные продвижения, потенциальный захват Авдеевки может стать для россиян самым значительным их результатом после взятия Бахмута в мае 2023 года. Однако бои в городе еще продолжаются. Об этом речь идет в материале The New York Times о ситуации в Авдеевке. Издание констатирует, украинские военные отходят с позиций в разрушенном городе после того, как наступающие российские войска прорвали критическую линию обеспечения, что создало угрозу окружению десятков украинских солдат. Издание пообщалось с некоторыми из украинских защитников города. Россияне бросают все, все, что у них осталось, только для того, чтобы символически взять город, сказал один из военных в СУ по телефону, рассказывая о ситуации на условиях анонимности. Со стратегической точки зрения город больше не имеет значения, поэтому нам выгодно держать его только для того, чтобы потери для россиян были как можно большими, добавил он. Другой собеседник, который непосредственно участвует в боях за город, описал ситуацию как просто ужасную. Единственное, что остается делать – молиться, сказал он. New York Times также приводит статус командира 3-й отдельной штурмовой бригады Андрея Белецкого, силы которой недавно перевели в район Авдеевки для поддержки гарнизона города. Белецкий констатировал, что украинским защитникам приходится воевать на 360 градусов, заявил он об Авдеевском Аде и назвал ситуацию в городе чрезвычайно критической на момент заведения его бригады. Сейчас российские подразделения наступают с юга, угрожая отрезать украинские силы в южной части Авдеевки, а также на севере, где оккупанты пересекли ключевую линию обеспечения сил ВСУ в нескольких местах. Напоминая о предыдущих фазах боев за город, издание подчеркивает, что Авдеевка выдержала долгие месяцы постоянных российских атак, направленных на окружение этого опорного пункта украинской обороны. Однако, поскольку военная помощь США прекратилась, а командиры были вынуждены начать нормировать боеприпасы, россиянам удалось закрепиться на двух плацдармах в самом городе, констатирует New York Times. Пока российские военные самолеты обстреливали Авдеевку мощными управляемыми бомбами, малые штурмовые подразделения РФ штурмовали руины, украинцы обращались к беспилотникам, чтобы помочь помешать наступлению России. Но недавняя туманная и дождливая погода ограничила использование дронов обеими сторонами, а поскольку силы ВСУ были вынуждены экономить боеприпасы, небольшие отряды российских штурмовых подразделений смогли скопиться в самом городе, резюмирует издание. New York Times также подчеркивает, что новый главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский сейчас под пристальным вниманием из-за того, как ему удастся справиться с ситуацией в Авдеевке. Хотя военные аналитики сходятся во мнении, что Украина нанесла россиянам гораздо большие потери, чем она сама понесла в течение месяцев боевых действий за город. Городские бои, которые характерны для финальной стадии битвы, могут быть гораздо более затратными для обеих сторон, говорится в статье. Именно так произошло во время девятимесячной битвы за Бахмут, когда обе стороны понесли наибольшие потери во время последних месяцев кровавых боев в разбомбленном городе. Как пишет издание, генерала Сырского широко критиковали за то, что он приказал своим солдатам вести бои внутри города еще долгое время, после того, как стало понятно, что Бахмут будет потерян. Борьба за Авдеевку, небольшой город с 30 тысячами жителей до войны, который сейчас представляет собой лишь бездыханные руины, только недавно переросла в уличные бои, напоминает Нью-Йорк Таймс. В то же время, признает издание, Сырскому приходится завоевывать доверие в Украине, планировать будущие действия на фронте, не зная, какую помощь получат его войска от главного военного партнера Украины, Соединенных Штатов. Ведь законопроект, предусматривающий срочную военную помощь в размере 60 миллиардов долларов, столкнулся с жестким сопротивлением республиканцев в Палате представителей. Сейчас законодатели ушли на перерыв до конца февраля. Цена бездействия Конгресса является чрезвычайной, заявил журналистом 15 февраля представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Российские войска сейчас фактически выходят к украинским окопам в Авдеевке и начинают уничтожать украинскую оборону. А вот Байден может отправить миллионы, приблизительно 4 артиллерийских снаряда в Украину. Бесплатно? Уже завтра. Но не делает этого. Почему Байден до сих пор не реализовал этот план, непонятно. В то время как полномасштабное вторжение России в Украину длится уже почти два года, а помогающие РФ-республиканцы в Конгрессе США продолжают задерживать финансирование для Украины, украинским артиллерийским батареям не хватает боеприпасов. Сегодня они выпускают всего 2000 снарядов в день. В то же время россияне вместе со снарядами из Северной Кореи и Ирана выпускают до 10 тысяч снарядов в день. Учитывая культовое влияние экс-президента Дональда Трампа на республиканскую партию и давнюю близость Трампа к авторитарному российскому лидеру Путину, кажется, что Байдену не стоит надеяться на значительное или какое-либо новое финансирование для Украины сейчас, когда республиканцы имеют незначительное большинство в палате представителей Конгресса США. Об этом пишет Форбс. Издание отмечает, что существует бюрократически сложный, но абсолютно легальный способ для администрации президента Шаджо Байдена отправить в Украину то, в чем украинские бригады нуждаются больше всего – миллионы артиллерийских снарядов. По мнению Форбс, сопротивление Трампа и республиканцев не означает, что Байден бессилен помочь Украине. Недооцененный закон США дает президенту полномочия продавать со скидкой или даже дарить любое имеющееся вооружение, которое американские военные признают избыточным для своих нужд, отмечает Форбс. По их данным, американское законодательство ограничивает ежегодную передачу так называемых избыточных оборонительных товаров общей стоимостью 500 миллионов долларов в год. Нет никакой юридической причины, почему Байден не мог бы устранить посредника и использовать свои полномочия непосредственно для поддержки Украины. И нет никаких практических причин, почему эта помощь не могла бы включать артиллерийские боеприпасы, отмечает Форбс. Он думает, думает и ждет подходящего момента. Размышляет об этом окне возможностей для Байдена и Украины в нашем эфире политтехнолог Борис Тизенгаузен. Байден может передать на 500 миллионов вот это излишнее оружие, но в этой норме не написано, как оценивать оружие. То есть он может поставить один цент за снаряд вообще и передать нам миллионы, ой, вложиться там вообще в десятую часть этой суммы. Вообще может ноль поставить оценку. Почему речь идет про миллионы снарядов и почему они должны вдруг излишком стать? Потому что вот эти снаряды, DIPCM, снаряды двойного назначения, как они называются, с кассетной частью, ну двойного, потому что они по бронетехнике и по мягкой силе, софт, ну короче, по живой силе работают, они списаны 4,6 миллиона снарядов, списаны, лежат на складах. Почему списаны? Потому что при их испытаниях выяснилось, ну при их использовании точнее, выяснилось, что 14% того, что может отказ боеприпаса произойти, он не в смысле он взорвел, он не разорвется там, когда прилетит. То есть они их сами не будут использовать. Пусть сейчас дискуссии горящие, но выделение помощи от США Украине только лишь вопрос времени оценивает перспективы предоставления нам финансирования политтехнолог Михаил Шетельман. В Сенате законопроект прошел 70 голосами, то есть из 100 сенаторов 70 проголосовали за, это много, это означает, что это не только демократы, это и демократы, и республиканцы голосовали, и много республиканцев голосовало. Дальше Байден заявил уже после прохождения законопроекта в Сенате, что в Конгрессе есть большинство этого законопроекта. Скорее всего это правда, что те же, грубо говоря, 70% конгрессменов готовы сегодня голосовать за. Там же не все мага, не все трамписты. Поэтому большинство готовы голосовать за. А следовательно, действительно вопрос в том, как обойти то, что не выставляется этот вопрос на голосование. Ну наверняка такие пути есть, и это снова, к сожалению, вопрос времени. Но я при этом уверен, что пакет-то будет утвержден, что это вопрос времени. Но, к сожалению, это время для нас очень кровавое, да, и жертвы приносят сегодня и бойцы на фронте, и те, кто гибнет, мирные жители, потому что не хватает ракет для ПВО ровно. Вот за это промедление, за это промедление мы и платим сегодня. Да уж, промедление смерти подобно. Два важнейших дня и исторический шанс. Украина и Германия во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлине подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности в продолжении декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины. Сегодня подписали соглашение о наших долгосрочных обязательствах по безопасности. Это исторический шаг, заявил Шольц. По его словам, Германия будет продолжать поддерживать Украину перед лицом российской захватнической войны. Подписанное сегодня соглашение по гарантии безопасности между Украиной и Германией стало самым мощным документом, утверждает украинский гарант. У Украины не было более мощных документов, чем этот, который мы сегодня подписали, подчеркнул президент. Зеленский поблагодарил Британию за то, что она показала пример для других стран и первой начала процесс подписания гарантии безопасности с Украиной. Более 20 стран уже поддерживают идею подписания совместных гарантий безопасности, но конкретика подписана сегодня только с Британией и Германией, пояснил Владимир Зеленский. Подписав данное соглашение, Германия обязалась продолжать оказывать поддержку Украине на протяжении всего срока действия этого документа. Германия также обеспечит по требованию обучения и тренировку для инструкторов правоохранительных органов и продолжит оказывать материальную поддержку партнерским ведомствам в правоохранительной сфере. В рамках своего европейского турне президент Украины прибыл в Германию, затем отправится во Францию, где проведет переговоры с коллегой Эммануэлем Макроном и, как ожидается, также подпишет с Парижем аналогичное соглашение о гарантиях безопасности. Помимо этого, Германия предоставит Украине очередной пакет военной помощи на общую сумму 1,1 млрд евро. Об этом сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине в пятницу 16 февраля. Мы готовим новый пакет помощи объемом 1,1 млрд евро. Речь идет о 36 колесных гаубицах из промышленных запасов, 120 тысячах снарядов, двух системах ПВО Skynex и ракетах для IRST, сказал канцлер. Шольц добавил, всего Германия выделила или приняла обязательства на военную помощь Украине на общую сумму 28 млрд евро. По этому показателю ФРГ является вторым крупнейшим поставщиком военной помощи Украине после США. Очевидно, он убит Путиным. Стало відомо, что в российской тюрьме загинув Олексій Навальный. Очевидно, он убит Путиным, как и тысячи других закатованных, замученных через одну эту истоту. Путину все равно, кто загинет, а только он, зберег свои позиции. И именно поэтому он не мает зберегти ничего. Путин все должен програти, все должен втратить и ответить за скояние. Так, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал смерть российского оппозиционного политика Алексея Навального в путинской тюрьме. «Не хочу слышать никаких соболезнований. Видели сына в колонии 12 числа, были на свидании, был жив, здоров, жизнерадостный», цитирует РосСМИ мать Навального. «Вчера Алексей Навальный выступал в суде по видеосвязи, улыбаясь и шутя. Сегодня он умер в российской колонии». Как сообщает Федеральная служба исполнения наказания РФ, Навальному внезапно стало плохо после прогулки. Медики не смогли его реанимировать. Осужденный Навальный АА после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потерял сознание. Немедленно прибыли медицинские работники учреждения. Была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного, говорится в заявлении в СИН. Проект ВЧК ГПУ со ссылкой на источники сообщает, что у Навального якобы оторвался тромб. Уже и экспертиза готова, вроде бы у Навального оторвался тромб. В любом случае это политическое убийство, пишет телекрам-канал. Адвокат Алексея Навального Леонид Соловьев заявил в новой газете, что был в колонии в среду. Все тогда было нормально, сказал он. Внезапно, или точнее весьма ожидаемо, быстро Путину о смерти Навального доложили. Практически моментально. Отреагировал и Рот Пескова, который обычно ничего не комментирует, а тут прям ухватился. При этом убеждает, Кремлю не вдомек, как скончался Навальный. Причины не знает. Мы уже, насколько мы знаем, сейчас в соответствии со всеми действующими правилами, всем занимаемся, всеми проверками, выяснениями и так далее. То есть это уже каких-то не требуется получения, потому что на этот счет есть определенный свод правил, которыми сейчас всем руководствуются. Уже есть сведения, что тромб оторвался? Я не знаю. Я не знаю. Должны медики как-то выяснить. А кто должен? Из Москвы был доложен. Грусти ноль. А Путин, которому доложили, спокойно прогуливался в те минуты с заводами Челябинска, общаясь с рабочими. Владимир Путин был в отличном настроении и улыбался после смерти Алексея Навального. Обращают внимание издание The Moscow Times. Он проводил встречу со студентами и работниками в Челябинске. Путин во время нее знал о произошедшем с Навальным в тюрьме. После кровавый диктатор начал совещание. Как ни в чем не бывало по поддержке инвестиционных проектов в промышленности. Новости о смерти Навального взорвали первые полосы мировых СМИ. Напомню, его приговорили к 19 годам колонии за, так сказать, экстремизм и мошенничество, а также обвиняли в других преступлениях. Недавно Навального перевели из Москвы в колонию особого режима по полярному кругу, откуда он впервые вышел на связь с 10 января. И хотя он считался главным оппозиционером кремлевского диктатора Путина, за свою политическую карьеру Навальный неоднократно высказывался довольно-таки неоднозначно, в частности об украинском Крыме. А когда оказался в российской тюрьме, то заявил, что границы Украины определены в 1991 году и Россия должна именно их и признать. Осенью 2014 года Навальный заявил, что Крым де-факто русский. Отвечая на вопрос по Крыму, он сказал тогда, Крым это бутиброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать. С точки зрения политики восстановления справедливости, то, что нужно сделать сейчас в Крыму, это провести нормальный референтум. Не такой, как был, а нормальный, добавлял он. В дальнейшем политик неоднократно сравнил ситуацию в Крыму с территориями в Европе, имеющими противоречивый международно-правой статус. Навальный говорил, что остров будет ждать судьба Северного Кипра. А с 2017 года он стал говорить, что не видит решения крымской проблемы, поскольку за последнее время ни один межгосударственный территориальный конфликт так и не был урегулирован. Вопрос украинского полуострова заявлял оппозиционер не решить ни президент Путин, ни президент Навальный. Однако в феврале прошлого года Навальный уже из тюрьмы опубликовал 15 принципов своей политической платформы. Он заявил, что Россия должна немедленно прекратить агрессию против Украины, освободить все территории Украины, включая Крым, и начать переговоры о возмещении нанесенного ущерба. Кроме того, по словам политика, россиянам следует понять, единственная цель этой войны – желание президента РФ войти в историю как собиратель земель и скрыть катастрофические итоги своего более 20-летнего правления. Летом 2017 года Навальный заявил, что в случае победы на выборах президента России он выполнил бы Минские соглашения и вывел войска из Донбасса. Транспаренси Интернешнл Россия. О смерти Навального говорит следующее. Навальный умер ровно за месяц до так называемых выборов президента России, которые должны пройти с 15 по 17 марта. Команда Транспаренси Интернешнл Россия считает, что смерть политика – это убийство, построенное российскими властями. Мы не знаем, было ли оно прямым или косвенным, но очевидно одно. Путин видел угрозу себе даже в изнеможденном человеке, которого он попытался заставить молчать, заключить в тюрьму более чем на 20 лет. Власти России ответственны за его смерть и, несмотря на усилия российского общества, спасти его мы не смогли. Это огромная трагедия для всех нас, но это не означает, что мы должны отчаиваться. Напротив, мы не должны опускать руки ни при каких обстоятельствах. Теперь, когда Навального больше нет с нами, мы не можем рассчитывать на его помощь или его готовность рисковать своей жизнью ради общей свободы. Теперь наша обязанность – помочь себе и друг другу в память о нем и ради собственного благополучия. Российский оппозиционный политик Илья Пономарев заявил о готовности помочь в организации акции протеста. Если о Навальном правда, то это по-любому убийство. Даже если причины чисто медицинские, это все равно результат преследования властей. Так к этому и надо относиться, говорит Пономарев. Политические разногласия нужно отложить в сторону Юлии и всей семье глубокие соболезнования. Убийство, которое себе позволил Путин. Очередное. Смерть российского политика Алексея Навального вряд ли приведет к каким-то беспорядкам внутри России. Ничего подобного не произойдет. Будет много разговоров, но на самом деле никто ничего не сделает. Так считает украинский военно-политический обозреватель группы информационной сопротивления Александр Коваленко. По словам эксперта, он имеет неоднозначное отношение к Навальному, поскольку к российскому политику есть много претензий как к человеку, позиционировавшему себя оппозицией к режиму Путина. Но это убийство, которое себе позволил Путин, более того, мне кажется, это демонстративная казнь. Путину она была нужна, чтобы еще раз показать, что у него власть не ограничена. Относительно Навального, как по мне, демонстративная казнь. Если кто еще не понял, то Путин упивается своей безнаказанностью, особенно сейчас, когда главный его оппонент США демонстрирует исторического масштаба безвольность и слабохарактерность. Казалось бы, угрозы для системы он не представлял, но Путину нужна кровавая демонстрация абсолютно своей власти. Аккурат к выборам, аккурат к обращению к Федеральному собранию, аккурат под катализацию боев за Авдеевку, аккурат после провального интервью Такеру Карлсону. Униженному Карлику нужна была жертва для самоутверждения. Каков будет шаг от российской оппозиции, могут выйти шариками и покидаться снежками. Но место российской оппозиции красноречиво указали. Там и будут сидеть, пока украинцы их не освободят от кровавого диктатора. Да что кровавому один, если он гонит на убой сотнями тысяч? По состоянию на утро 16 февраля общие потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 400 тысяч человек. Кроме того, уничтожены десятки тысяч техники. Потери РФ 400 тысяч 300 российских оккупантов. Об этом отчитывается генштаб ВСУ. Там ушло, тут пришло. Не считают. Нарожают, насобирают, на фронт пана отправляют. Financial Times пишет, что Россия собирается набрать еще 400 тысяч человек в 2024 году. Без общей мобилизации. Financial Times написала, что за последний год Россия также произвела 4 миллиона артиллерийских снарядов и несколько сотен танков. Издание Financial Times со ссылкой на неназванных украинских чиновников пишет, что Россия собирается призвать 400 тысяч убийц на войну против Украины без объявления мобилизации. В материале также говорится, что западные чиновники встревожены фактом возрождения Москвой своей оборонной промышленности, скорость которого недооценили партнеры Киева. Отмечается, что лишь за год Российская Федерация произвела 4 миллиона артиллерийских снарядов и несколько сотен танков. Представители Украины прогнозируют, что в 2024 году Россия завербует еще 400 тысяч человек без масштабной мобилизации. Издание пишет, что большинство западных чиновников ожидают, несмотря на огромные потери в Украине, россияне смогут восстановить силы за 5-6 лет. В то же время наши источники в силах обороны говорят, что Москва и правда планировала мобилизовать более 400 тысяч человек, но на сегодняшний день реализация этих планов замедляется из-за политических организационных причин. Враг не успевает. В Пентагоне тем временем оценивают потери РФ в Украине в 60 тысяч убитых. Российская армия по оценке Пентагона потеряла в Украине около 60 тысяч военнослужащих, количество раненых в 3-4 раза больше. Таким образом, общее число потерь составляет примерно 300 тысяч. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на американского чиновника. Издание отмечает, что истинное число потерь в результате вторжения остается тайной, поскольку Кремль придерживается политики абсолютного молчания, а россияне не высказываются публично, опасаясь последствий. Российские власти в последний раз называли число погибших на войне в сентябре 2022 года, в день объявления так называемой частичной, точнее вечной мобилизации. Глава Минобороны Сергея Шойгу тогда заявил о 5937 погибших. Один высокопоставленный российский чиновник также сказал изданию, что больше половины серьезно раненых военных лишились конечностей. ВОУ! 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 Пока в Курске бумкает, в Ростове шарахает. Ростов опять на дне. Сильно шарахнуло, балкон чуть не рухнул. Пока еще российский город Ростов-на-Дону всколыхнул сильнейший таинственный взрыв. Напуганные жители в панике писали о трясущихся домах в по меньшей мере 20 районах города. Днем в пятницу, 16 февраля, в российском городе Ростове-на-Дону прогремел сильнейший взрыв. Власти и военные хранят молчание о странах в традиционном для себя стиле. О взрыве стало известно из ростовских пабликах, в которых напуганные местные жители начали делиться впечатлениями. Судя по сообщениям, город и близлежащий к нему села всколыхнула довольно сильная взрывная волна. Особенно мощно ее ощутили в южном и западном районах города. Дома отряслись, работала сигнализация на автомобилях. Также ростовчане сообщали о довольно сильном задымлении за городом. У меня дом трухануло, окна дрожали, западный район города что-то сильно шарахнуло. Перед этим свистящий хрип был, на военведе был жуткий грохот машины, засигналили и балкон чуть не рухнул. Лежу себе на диване, телек смотрю и бабах, меня в Суворовском качнуло на диване. Орбитальное, конечное, вообще Ростов, конечное. Дом затрясся, в окна долбануло волной так сильно, что шторы закачались. Горизонт, крыша ТЦ тряслась от грохота, пишут впечатленные жители Ростова. Что произошло, доподлинно неизвестно. Власти региона только сообщили, что российское ПВО в этот момент в городе не работало. Таинственное для России, впрочем, очевидное для нас будущее ждет украинский Крым. Ему осталось недолго, но не Крыму, а мосту Путина в нашем Крыму. Для возвращения Крымского полуострова Украине нужно решить две главные задачи. Остальное, лишь вопрос времени, считает глава ГУР Кирилл Буданов. Украине для освобождения оккупированного агрессором России Крыма нужно разрубить сухопутный коридор России на полуостров и разрушить Крымский мост, заявляет главный разведчик. В интервью французскому изданию «Либрацион» он рассказал о том, что Крым будет вернуть легче, чем Донбасс, потому что на востоке Украины позиции оккупантов находятся близко к их линиям снабжения. Я думаю, что Донбасс будет труднее вернуть, потому что там есть непрерывная линия снабжения. Их войска могут получить доступ к ней с любой стороны. Все, кто когда-то владел Крымом, громко и четко заявляли, что Крым – это неприступная крепость, и абсолютно все потеряли эту крепость. Так же, как Украина 10 лет назад. Крымский мост еще стоит, но жить ему осталось недолго. Необходимо решить две стратегические задачи. Отрезать сухопутный коридор и разрушить Крымский мост. Остальное – лишь вопрос времени. Полуостров будет возвращен. Бокрым – это Украина. Так же, как полагает начальник ГУР, Москва не пойдет на сценарий применения ядерного оружия в том случае, если Украина вернет Крым. Те, кто опасается эскалации, говорят, что если Россия поймет, что потеряет Крым, то может начать ядерную эскалацию. Вы ожидаете, что я закричу «Ай!», когда услышу эти слова? Поводов для применения ядерного оружия было уже очень много, возможно, десятки. И что с того? В российской доктрине ядерное оружие рассматривается как средство сдерживания. Это то, чего все боятся и на чем все спекулируют, подчеркнул Кирилл Буданов. Карусель времени приносит с собой свою месть. Уильям Шекспир. Друзья, мы приносим для вас всегда свежие, актуальные новости. Продолжим делать это уже в понедельник. Вы также приходите, рады видеть каждого. Ирина Узлова, вся наша команда. Программа «20 минут» были с вами. Увидимся и победим. Продолжение следует...